МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятает служба информации телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Больше как 90 километров в Припяти в Мазырском районе вырошено сдать аренду для промысловых и аматорских рыболовств. Что с этого отримается, высвятляла Ганна Ковалева. Сегодня в Петрикове прошел областный межведомостный форум «Детинство без насилия». Об его выниках расскажет Олег Синцеров. Беларусь супрацтит уню. Сегодня в Гомеле прошел круглый стол по пытанях боротьбы со шкодной звычкой. На Гомельщине сегодня распочался тыдень профмайстерства педагогов додатковой адукации. И больше подробно об этом не только. Больше как 90 километров в Припяти с прилеглыми поймовыми водоемами в Мазырском районе вырошено сдать аренду для промыслового и аматорского рыболовства. На вина про это влеченные дни облетела регион и выкликала незадоволенность мясцовых жихаров. Аукцион на держание права аренды уже отбылся. Кто его выиграл и ци варта боятся нового корыстальника. Расскажет моя коллега Ганна Ковалева. Раце потребна господарская рука. Але эти не стане арендатор замест клопотливых относин вытягивать с Припяти гроши. Гэтое пытание после объявы об арендном аукционе не давало спокою многим же хорам Мазырского района. Одны боялись, что раку загубить активное промысловое рыболовство. Иншее, что любимое хобби цяпер станет для их дорогим задовольнением. Как я вырос на реке и платить кому-то деньги за то, что я буду ловить рыбу, это смешно. Разом с остярогами об уводе платы рыболовы выказывают и уполненностью тем, что Припяти потребен господар, який поддерживал парадок и частенью. Але кому отдать право аренды и при этом не помылиться у выборы. Наше общественное мнение начальника вряд ли как-то повлияет. Если это будет какая-то государственная структура, которая себя как-то зарекомендовала в этом направлении, то на это можно будет как-то влиять. На мой взгляд, самая подходящая кандидатура – это наш мозорский бор, в котором процентов 50 всех рыболовов состоит, платят ежегодный взнос рыболового любителя и ловят, ухаживают за речкой и благоустраивают. Не все ведут, але арендная история у Припяти долгая. Ранее у ЯЕ был інший правоуладальник. Три годы тому предприемство «Арандатор» реорганизовалось. Договор аренды стратил силу. Затем у мясцевых ваканткам периодично приходили жадающие занять вакантное место. Але толковых умов господара не на рации никто пропоновать так и не смог. Никто, окрім того самого белорусского товариства поляничных рыболовов. Хочу успокоить наших жителям. Условия приемлемые. Здесь исполком пытался соблюсти интересы разных категорий наших граждан и тех, которые любят рыбачить, и тех, которые переживают за реку, и тех, которые хотят приобретать свежую рыбу в магазинах. Конкурс на отримание рыбных правов прошел напереды дни. Товариство, якое его выиграло, існує уже 96 годов. Оно якраз таки и займається рациональным використанням, узнавлением природних ресурсов и, что важно, их ахувай. Мы предложили условия, которые, вероятно, тронули комиссию, почему и состоялось такое решение, что передать в аренду именно белорусскому обществу охотников и рыболовов. А именно, на что хотелось бы обратить внимание и успокоить неравнодушных наших рыболоволюбителей, что для них ничего не изменяется, за исключением только платного любительского рыболовства, которое будет применяться в отношении граждан, осуществляющих интенсивные виды рыбной ловли. Растлумачим для жахарова региона ловля рыбы, як зберга, так и з маломирных судов, будет бесплатной при выполнении умов аматорской рыбалки. А это до пяти крючков и ловля до пяти килограммов в день. Коли же ваговый лимит будет перевышенный, треба оплатить 20% кошту свыше нормы. До речи для членов товариства полевничих и рыболовов продухлежена система скидок. Про это абсолютно бесплатным для всех застанется участок раки у межгорода. Еще одна из причин хваливания у мясовых жахаров – промысловая ловля, которой по умовах договору будет займаться арендатор. Доквось, квота, которую ему довели, в разы ниже и раннейшей – 20 тонн в год. Это и значительно меньше, чем рыбаки-аматоры выловливают за месяц. Что касается общих объемов, какие имеются в районе на реке Припьез, то это несущественно. Даже не то, что существенно, это, можно сказать, даже ничто. Главное, самое главное – организовать контроль. В этом арендаторы займутся под наглядом инспекции природных ресурсов и оховы на вакольных осяроде. А кроме того, они повинны створить новые операционные места и проводить зарыбление. Перш за все товариство займется доброупорядкованием территории для сручной рыбалки и отпочинку, обсталеванием местам для автостоянок, вогнища, палаточных городков, съездов для маломирных судов. И это планы только на первый год. В общем, лишь договор оренды заключенный на 10 годов. При этом Припять по-ранейшему застанется огульным природным с добытком. Орендатор никому не мает права заборонить отпочинок на роте. Он только берет на себе обовязок по господарам на водоеме. Когда же не справится, договор могут скасовать ранее. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телерадио компания «Гомель», Мазырский район. До других тем. Сегодня в Петрикове прошел областный межведомостный форум «Детинство без насилия». Обмерковать основные проблемы у реализации правов детей запросили представников органов УЛАДы, супрационников прокуратуры, Следующего комитета, милиции, а так само громадских организаций, православные церкви и СМИ. Захученной информацией и выводами ознайомился Олег Синсеров. Тема насилия над детьми заявляет актуальна для всех края света, причем выразить ее полностью, поколь не отребывается нигде, что совсем не значит, что займаться еею немае сенсу, тем больше, что реальная ситуация добровядомая. Сгодно запущенным анонимным опытанием, больше 18% школьников сутокались с семейным насилием, от физичного до психологичного, что приводит у темлеку до смертных выпадков. В 2015-м поведение батьков загинули двое неполнолетних, еще двое летость. Проблема, якой на форуме уделили особливую увагу, сексуальное насилие сбоку батьков. У нас, к сожалению, таких примеров в области немало, когда отцы насилуют своих детей, когда отчимы совершают насильственные действия в отношении детей. То есть проблем очень много. Сегодня серьезной проблемой является влияние интернета на суицидальное поведение детей, когда дети вступают в группы смерти, такие как синий кит, тихий дом. В целом, по Гомельской области, в социально-небеспечном становище находятся около 4500 неполнолетних. Суициды, инвалидности, сломанные лесы, недопроцовки в прохарактерии домашнего насилия мают конкретные в особлении. А причаторное, гребывание потребами детей часто приводит до того, что опошние в знак протеста робят такие учинки, что в вынику оказываются навык у спецустановок закрытого типу. Иншый раз, как выправить ситуацию, с початку необходимо принять достаточно жесткие меры. У Петерковским державным специально просеянного училища закрытого типу находятся девчинки-подлетки возраст от 11 до 18 годов. У свой час усеянные имели конфликты с законом. Сегодня тут утромлюется около 50 девчонок из всей Беларуси. По осудности, лез кожный из их демонстрация того, до чего могут привести конфликты у семьи. Кожный из этих девчонок находится в закрытом училище по проговору терошине суда после крадежов, поживания алкоголя и наркотиков. Разум с ним, видовочная и тоя, что главная причина у всех поводинов – несприяльная ситуация у семьях. Теперь девчонками займаются не только прационным выхованием, а и учить таким понятием, как здоровый лад життя и культура семейных относин. Причем, на думку денег у Петерковского форума, эти дисциплины были бы не лишними и в школьной программе. Повышенную увагу необходимо надавать и в профилактической работе, причем межведомственное взаимодействие повинно быть большим тестом, тем большим, что такие приклады на Гомичине есть. Дети, которые подвигаются насилию со стороны взрослых, они направляются УВД к нашим психологам и проходит комплекс мер с этими детьми. Мы оказываем помощь медицинского характера, материальную помощь в виде продуктов питания, одеждой и, конечно же, помогаем органам следствия для раскрытия данных преступлений. Областный межведомственный форум «Детинство без насилия» завершился принятием взворота даже хоров в Минской области. Нельзя недооценивать важность слов «Я тебе люблю». Дети любого взрослого мают потребу потребности и ожидают чуть, я тобой гоноруся. Наши дети, глядя на нас, исподяются, что в наших душах есть место для их, их почувствия и переживания. Задумайтесь, те отповедаем, мы их надеем. Олексин Тюров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» с Петрикова. Акция «Увага, дети» стартует в Беларуси 25 мая. Она проводится Держаута инспекции для попереджения и профилактики детячего травматизма на дорогах. Перед школьными каникулами инспекторы ДАИ закликают водителям быть, як мага, больше важливыми при руху, каля детячих установ, проезде нерегулюемых пешеходных переходов и в дворах. У дни акции «Аутомобиль» у светлый час суток повинны рухаться с уключенным близким светлом фар. Особливая увага будет надаваться захованию худкосного режиму, правила у проезду пешеходных переходов и безпечной перевозки детей. Акция будет дожиться до 5 червеня. У ДАИ поведомляют, что 79% ДТЗ с уделом неполнолетних сдарается за дорослых. За студень «Красавик» 2017 года у Беларуси отбылася 51 авария с уделом детей. Двое, з яких загинули, а 55 отрымали раненни. Сирот неполнолетних удельников ДТЗ 26 пешеходов, 29 пассажиров, один велосипедист и один неполнолетний водитель автомобиля. На Гомельщине распочалась реализация третьего этапа проекта будовництва социального жилья с выкорыстанием техника экономичной допомоги Китая. На данный момент у стады распроцовки находится проектно-каштарисная документация. Усяго плануется узведение четырех домов социального корыстания в Рогачеве, Добруши, Будокашалеве и Хойниках, будя побудовано 160 квадр, а гульной площади маль 7 тысяч квадратных метров. До 29 мая специалисты Санитарно-эпидемиологичной службы оценят станы доброго парадкования у сих зон отпочинку каляводных объектов. Основная увага будет нададена свойчасовой уборцы территории и вывозу сметти, а фарбовцы и ремонту малых архитектурных форм. По выниках мониторингу уласникам выдаются предписания и рекомендации. По якости воды нададенный момент претензий у санитарно-эпидемиологичной службы нема. Нагадаем, звычайно купальный сезон распочинается 1 червень и протягивается до 31 жюня. Уперед массового купания специалисты регулярно проводят лабораторные доследования на предмет отповедности воды параметрам бешкодности и бешпеки. Круглый стол присвеченный профилактичной акции «Беларусь-супрать-ты-туню» прошел сенне у Гомельским городским центром гигиены и эпидемиологии. Что год 31 мая проходит сусветный день без тытуню. Беларусь изъявляется одним из лидеров у Сходней Европы по тутаню куренню сирот молоди. Во взросле от 18 до 24 годов у нас курость 25% юнаков и девочат. Тытуневый дым шкодный не только для самого курца или и тех, кто знаходится с ним побач. Для людей, которые работают на куренном помешкании, ступень пассивного курения может достигнуть эквиваленту 14 цигарету день. Особливую небеспеку куренню являют для детей, которые живут у семьи курцов. Расстройство сну и аппетиту, порушение работы травника и кишечника, отставание в физическом развитии. И это неполный перолик наступства пассивного курения детей. Доследования показывают, что больше за 25 небеспечных для жития человека захворвания установятся выником курения и являются причиной смерти половы у всех курцов. Посчитали, что мы теряем 15600 человек от курения. В то время как в дорожных транспортах погибает только 2000. Сравните эти цифры, станет ясно, насколько действительно это серьезная проблема и угроза для развития. До 31 мая на базе Гомельско-Хородского центра гигиены и эпидемиологии працуют промые линии специалистов на тему узденья титуня курения на организм человека и профилактики психологичной залежности. Специалисты Гомельско-Хородского центра гигиены и эпидемиологии Центральной городской поликлиники и волонтеры медицинского колледжа завтра проведут информационно-эдукационную акцию по профилактике захворювания системы кровозворот и на пройде с 13.30 до 15.30 по адресе Речицкий проспект 61. Все же дайчо смогут пройсти навучение навыкам вымирения артериального тиска, ознайомиться с информационными материалами об факторах ризики сердечно-сосудистых захворюваний и отримать рекомендации от специалистов. Сегодня на Гомельщине стартовал титдень профессийного майстерства педагогов системы дошкольной эдукации. Комплекс мероприемства накированы на багульнение и укоронение эффективного педагогичного опыта. У ближайшие дни пройдуть майстер-классы и онлайн-консультации специалистов. У каждом районе в области проведут так само семинары накированные на повышение профессийного узровня педагогов додатковой эдукации по организации здоровья с бирогального навучального процесса. Гомельская областная библиотека имя Ленина протягивая знайомить гомельчан со славутыми земляками. На ГТР с гостями проекта Гомель у особах стала лепшая спортивная команда 2016 года Жаночая Байдарка Чатьверка. Маргарита Махнева, Надея Лепяшко, Вольха Худенко и Марина Литвинчук стали бронзовыми призерами олимпийских гульнях 2016 года у Рея Дежанейра. Спортсменки заняли третье место в финальном заезде Байдарок Чатьверок на дистанции 500 метров. У гэтая дни жанучшая сборная Беларуси по Веславанне на Байдарках проводит у Гомель тренировочный сбор. Як Веславанне стало справой життя? Ци легко завоевываются медали и чему разю олимпийский Рея? Спортсменки охотно отказывали на пытань глядачу, подялилися яны и своими секретами по успеху. Не только в спорте надо добиваться каких-то своих достижений, а также просто в жизни. Когда ты за что-то берешься, ставишь цель, идешь к ней, тогда все получится. Это не только про спорт, только про жизнь. И тогда ты будешь получать удовольствие от жизни и от всего того, что ты делаешь. ГТ, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернет по адресу www.tvrgumil.by Далее у эфиры спортивный огляд с Максимом Савиным. До новых встреч у эфиры.